Квартира от государства. Что такое социальное жилье и кому оно положено? Самые доступные ипотечные программы. Как сделать капитальный ремонт дома за счет государства? Самым главным о жилищном вопросе в сегодняшнем выпуске не пропустите. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А здесь для колясок отдельно получается? Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 да но зато удобно да большая лоджия прям получается два балкона до вот там я Субтитры создавал DimaTorzok 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 А здесь они приобретают за 16 млн Даже если у него какая-то просрочка возникает У клиента есть возможность самостоятельно продать квартиру Даже если она в залоге То есть если есть покупатель Он приносит в банк деньги Мы высвобождаем залог Тем самым на они перепродают И он свой кредит Можно сказать закрыл все понятно хорошо так по социальному жилью понятно теперь давайте вот я допустим да вот мне 32 года я прихожу к вам от вас и банки спрашиваю что вы мне можете предложить я вот хочу купить квартиру к примеру за 30 миллионов тенге какие есть еще программы для меня есть я не состою в очереди да и вы не создаете очереди для начала вам необходимо будет открыть счет начинать уже пополнение в этот счет все зависит от платежеспособности мы можем предварительно это проверить также получается если вы уже сейчас имеете 15 миллионов тенге в нашем банке вложите через три месяца можем начинать процесс кредитования таковы сейчас условия нашего банка что деньги у нас должны пролежать 15 33 месяца 3 месяца а я получается если хочу взять через вас квартиру обязательно у меня должен быть первоначальный взнос 50 процентов то есть как раньше не давать 20 месяцев на шоке то есть обязательно 50 процентов и это мы сейчас говорим про 7 это рыночная программа обычно вы просто на свое усмотрение главное чтобы залог требует нашим требуем соответствовал то есть он был не старый там у нас есть определенные критерии на примере с рама главное это чтобы залог не превышал возраста 50 лет и получается смотрите я 15 миллионов закладываю да допустим вы не сверху даете еще 15 я покупаю объясню система так как вы уже обратились первый раз сейчас вы не накапливать данный сресса если есть у нас клиента который 15 миллионов накопили в течение там трех пяти лет они копили не предоставляется получается их 15 миллионов плюс банк по 5 процентов еще 15 причем у этих клиентов мы платежеспособность даже потом не проверяем а кредитную историю проверяем в вашем случае мы будем проверять ваш полностью доход в общесемейные и вашу кредитную историю дальнейшем будет займ выдан в 30 миллионов 15 миллионов ваш у нас остается в залоге потому что условия жилоспроизбережения они вами не соблюдены пока из-за этого называется промежуточный займ но потом при прихождении срок когда он пройдет три года на ваши деньги у нас на залоге на них отчисляется время государства все соответствующие проценты банка мы направляем их на погашение вашего 30 миллионов тогда еще выдаем вам график там получается до 3 больше с минимальной 3 8 процентов можем на тот момент рассмотреть уже и дальше еще один график выдавать и того срок кредитования вас стоит на 9 лет можете 15 лет в зависимости оценочный показатель нас называется зависит от него смотрите вот опять таки ну калькулятором хорошо у меня всегда вопрос был да почему я допустим я половину накопила дайте мне 15 миллионов но вы проценты насчитываете на всю сумму и на мои 15 миллионов только что сами ответили на свой вопрос 15 пленов и не накопили пришли положить а если люди которые накопили если накопили стоим процентами начисляет только на ту сумму займ до который запросит потому что питаться уже накопил 10 лет у копил 5 лет три года разницы нет но он копил то есть систематически поставим каждый месяц он вкладывал он следил за этим и когда пришло время он до накопил он получается уже пришел и подтвердил платил способность проверил что у него все хорошо все нормально в общем если на рыночных условиях вы хотите приобрести квартиру за 30 миллионов тенге вам надо 50 процентов суммы внести вот басы банк эти деньги хранятся на депозите первые три года и за это время вы оплачиваете 10 процентов годовых и только после трех лет погашения процентная ставка понизится до четырех процентов кредит выдается вам как я объяснил на 30 30 миллионов тенге мы умножаем на 10 процентов первоначально когда на промзайм промежутся на 10 процентов подается мы его делим на 12 месяцев ежемесячный платеж у вас получается в районе 250 тысяч тенге теперь для того чтобы пройти на основу займ необходимо будет три года вы 250 тысяч например платить в наш банк первых вас умножаем на 36 месяцев вы платите только процент 9 миллионов уже первое первичном уже переплачивать дальнейшем получается остальные 15 миллионов когда мы вам через три года переведем условно скажем по 4 процента разница уже два раза меньше и сумма уменьшается в случае если у вас есть действующий счет и вы смогли накопить 50 процентов первоначального взноса то процентная ставка составит 5 процентов годовых в последнее время по словам специалистов стоимость квартир в шумкенте выросла диапазон цен за квадратный метр составляет от 400 до 600 тысяч тенге вообще темпы строительства жилья в шумкенте впечатляют ежегодно мы сдаем в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров жилья а с 2024 года эти показатели планируют удвоить и что немаловажно по словам специалистов покупательская способность на должном уровне на сегодня цена такая в одном темпе сохраняется даже некоторые уже фирмы и строительные компании идут на уступки да получается строительство идет квартира надо продавать то есть тоже индивидуально опять же клиент обращается если взаимодействие с нашим банком то пожалуйста можете скидки получить я помню или сколько вообще человек у вас оформили квартиры через вас купили квартиры я сейчас говорю по рыночным программам ну я вам так скажу в среднем получается в месяц через наш банк например охраняется около 100 займов то что это всегда было на уровне то есть у нас такого сибироистского падения либо такого взлета только если взлет он был наверно вот больше когда выделены были пенсионные деньги помните когда всплеск пошел такой волны тогда у нас доходило там до 200 300 займов потому что люди начали деньги получились перекладывать к нам дальше оформлять кредиты как-то поспособствовал и так подытожим социальное жилье в шамкенте нового образца радует качеством это красивые фасады домов аккуратные подъезды комфортные беседки детские игровые площадки в этом году по программе арендного жилья счастливыми новоселами стали 324 семьи сейчас еще 505 квартир ожидается получить от управления строительства в общей сложности в этом году очередникам выдадут 829 квартир это на 81 квартиру больше чем в прошлом году но есть еще одна программа это обеспечение жильем молодежи до 35 лет по официальной статистике в шамкенте проживает более 360 тысяч человек в этой возрастной категории и каждый из них может претендовать на арендное жилье для этого не обязательно состоять в очереди выдается она на три года оплата за двухкомнатную квартиру примеру составит в районе 10 15 тысяч тенге это прекрасная возможность накопить хотя бы первоначальный взнос на собственное жилье таким образом государство оказывает поддержку молодому и работающему поколению кстати концу октября разыграют конкурс на 880 квартир по этой программе следите за новостями управления жилья и не пропустите такую возможность арендное жилье молодежи можно здесь уточнить да кто именно может претендовать понятное дело по возрасту есть ограничения но вот допустим я журналистка могу ли я претендовать на арендное жилье да или то каждый каждый гражданин житель города шамкент который имеет прописка не менее трех лет и который не имеет недвижимости последние пять лет и имеющий вот совокупный доход его не не 40 кратная мрп это сейчас 138 тысяч не менее да в прошлом году брали совокупный доход семей в этом году изменения совокупный доход заявителя мы принимаем и может подать здесь не имеет человек он находится в очереди не находится в очереди это конкурсный отбор там тоже электронно у нас через кизик ты . кизет это база электронно они подают заявление электронно считает их не вот эти больные шкалы после проверки на основании у кого балл больше они имеют шанс на выигрыш квартиры не на выигрыш а вот на конкурс ну вот насколько я понимаю что быстрее получить до арендное жилье вот молодежи именно они не так долго ждут в очереди они вообще почти что не ждут у кого вот кто вот именно здесь название само работающей молодежи если человек работает и имеет доход и житель города шамкент прописка не не менее трех лет и не менее недвижимости вот основные критерии остальное все по правилам какие документы нужны документы вот состав семьи человека на самом на самого себя потом диплом у нас тоже баня шкала сколько семьи детей сколько они проживают совместной жизни загс проверять вот это все у них по баллу пересчитывается жена тутибаева одна из немногих женщин руководители управления 20 лет своей жизни посвятила государственной службе свой карьерный путь начинала она в областном управлении сбербанка казахской сср несмотря на солидный послужной список жена ту мерсеитовна не скрывает порой приходилось даже торговать на рынке и отказаться от замужества какая вот была в жизни самая сложная ситуация у вас самая сложная я же говорила я была младшая в семье и когда мне было 20 лет я потеряла мама это мне для меня это самое сложное было я как тогда училась в наркозе на третьем курсе после я рассказала устроилась на работу и 2096 году я попала в аварию у меня был перелом позвоночника мне тогда и не квартиры было я годами реабилитацию проходила чтобы встать вот так на ноги чтобы дальше смогла работать такие трудные дни были заново все приходилось начинать все это я не сразу в государственной службе работала я также все которые девяносто шестом девяносто девятые годы все были работали на базаре мы тоже этим занимались те года продажи косметики там было все это мы тогда мне сказали когда я реабилитацию проходила чтобы в течение трех лет проходить только реабилитацию и смотреть только за собой после трех лет только за 30 лет я вышла замуж как вышла замуж родила детей самые счастливые мои дни говорится испытания даются для того чтобы до после этого получить еще большую награду кей кездеры и дым бетен кольбеген кунтерде болган он дай кезерде болган соки зердебу балалар майдатын мен улкеген кезде мемлекетты кызметтежом стимеймон депо брақ брағана аллай тадогой баспайым деген жерінгді бастырат деп мемлекеттік мекемедеш миша сайт қызым енді бұл салада өте қызықты да адамдарға жаңағдай бақыт силаған кезде бір өзіңді бір жақсы сезінде жүресін бірақ бізде адамбыз бізде қадымғы өзің азамдасты азаматтар сияқты заңшин берін дегі нәрселер ғана қолымыздан келеді кейде бір азаматтарды қиналғанын көріп солу әчеретте турб ғонжыл күтің күтің күргенгізде біздің жанымыз аурады біз барымышша кәзір қолдан келетнеміз ұ тізімдегі азаматтар түгінде жүресін джүргізіп өзіп әлің аққажет, деден азаматтарга үбірюн д'нен жан-ағыдай қанды қуанш сезімдерін силау біздің бастапғы жүресің біздің бастақғы жүресің б В этом году работает программа модернизации. Это своего рода улучшение жилищных условий за счет государства. К примеру, Акимат выделяет деньги на ремонт кровли, фасада, подъезда, обновление тепловых и канализационных сетей. А оплачивать сумму будут жители в течение нескольких лет. Вот такая рассрочка без переплаты. В этом году, например, уже 11 домов на стадии ремонта. Ехали в спортивный микрорайон, дом 10. Здесь проходит модернизация дома. Давайте. Рассказывайте. Вот. Хафель. Терема. Вот это у нас сварка. Да, сварка? Вот это краска. Освещение. Когда начались работы? Августом. Джермас на Басталке, да? Ага. В этом доме подъезд и кровля, да? Да. Вот эти. Ага. Балконы. Балконы. Ага. Сетка. 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 А, вот это вот уберут, получается, да? Это вы сносите? Нет? Просто сетка. Ага. Все понятно. Для чего ставится эта сетка? Чтоб теклеевый? Да, это... Крепкий пивырик, да? А фасад дома здесь менять не будут? Нет. Понятно. Это... Вот постройки какой? Альпас безничества дома. Ага. Ага. Понятно. Так, расскажите, как... О, у меня есть сетка роста. Вот это с пластиками. Угу. 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 Все понятно. Мы сейчас с вами куда? На крышу идем? Да, крышу. Расскажите, допустим, есть ли у меня дом старый, и я хотела бы сделать ремонт. Что нужно делать? Угу. Ага. Я должна за ранее согласовать со всеми жизнями. Вот скажите, на ремонт этого дома, да, сколько ушло денег и сколько будет платить каждая квартира ежемесячно? Да, да, козырка, да, берлелен нақшан, общий 70 миллион нақша бөлінген, 70 миллионның, вот, 6 падез, бОса, 3 падезы адказ берді. Жартысы, 3 падез жұмыс теркізді. Оған, где-то 40 миллион нақша кетті. Крийша, падез, падвал, и, вот, сұрттағы падвалы несколько терапы сұқан. Көріп жатыстыр бұл. Теперь по платежам сколько это будет? Где-то бисмам, алтамам и джитамам. А давайте спросим. Квадратурой больно. Ага, сколько вы платите? 5200, сколько лет нужно будет платить? Умешиваю. Понятно. Вы довольны результатом? Да. А раньше вообще в каком состоянии был? Раньше вообще в аварийном состоянии было. Угу. В аварийном состоянии. Угу. Сколько лет мы живы? Как много лет? Какой человек? Лучше т発明. каждое движение был на... 70% улыбка. Нужно сказать... Justекундесjosаемся искать, то не�동овать всю насель. Были довольны квартиры от вас. Вы выходили. Оставали. Решègiety. А. Вы не might дать внимание nào Detoredsio. Нужно. то есть получается крышу сняли и вот да вот можете посмотреть а раньше вообще как можно зайти к вам ухты крыши не было у нас все хорошо сейчас вы всем довольны конечно ну хорошо все спасибо итак по сниплу сниплу вот барлыка в прошлом году были такие случаи когда вот сделали модернизацию но жители остались в итоге недовольными судебные процессы какие-то были он дай болып жатыр ульткен и халтын барлыган когулиншка беремемзу блеску бір куб адамдар бару это ақша түлігіз келмейт болмайтын төрт мүмкін жэн алты мүмкінгені сон өзін кімбат дейді сүйтетті сотқа жазы батыр б Paraқ өзжэрді сотбарльтын ақыяғаныp 1 қырпыропыр өткен күл ұскөзі ӚЗ үйсүй үйі үсë үз өзі�енде өлгі үйі үйі үйе үйі 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 үнійсі Но если человек не может, то у нас есть гарантия. Вот компания сидела, у нас есть гарантия. Когда мы сходим, то мы не ездим. Мы сходим, мы сходим, мы сходим. Да, понятное дело, что гарантия делают. Но это же не комфортно, неудобство доставляет жителям. Как-то вот можно отрегулировать этот процесс? Вы приезжаете, потом проверяете? Да, обязательно. Без технозор, автор, заказчик. Барлыгы, без технозора. Зангаясында, кабылда боламыз? Казыргы таңда біздің шымкент қаламызды өте ескейлер көп. Модернизация сұрап жатқаны өте тұрғындар көп. Эр жиналысында, ахымның жиналысында сұрап жатыр. Соның бәрін казыр ескеріп, қол қалып жатыр. Казыргы таңда, сексеніш үйдің сметалық құжаттамасын дайындап жатыр. Проектісін селім жатыр. Сексеніш үйіміз. Күдай қаласа, осы жылдың соңғы декабр айынадейін сексеніш үйдің проектисін дайындап шығарсақ, қырығы үйді республиканский бюджет көсінамыз, қырығы үйді месіне бюджетті нақша сұрайымызды одыр. То есть, если вам выделят средства, то вы готовы прям 83 домов в следующем году полностью модернизировать, да? Давайте мы с вами посчитаем, да, вот вы сказали 400 миллионов, да, примерно? Итак, если у вас возникли вопросы по постановке в очередь на государственное жилье, или вы хотите приобрести квартиру по льготной ипотеке, а, возможно, вашему дому уже давно требуется капитальный ремонт, по всем этим вопросам можно прийти в управление жилья. Находятся они по адресу «Бейбаджелек 12А» возле здания партии «Аманат». Каждую среду с 15.00 до 17.00 можно встретиться лично с руководителем ведомства. Плюс не забудьте подписаться на официальный аккаунт управления и следите за новостями. Это была программа «Есть вопросы». До скорой встречи!